Я уверен, что практически у каждого из вас есть смартфон, подключенный к интернету, и на нем установлен мессенджер. Любой мессенджер. За последние 10 лет приложения для мена мгновенными текстовыми сообщениями разорвали все чарты Google Play и App Store, убили привычные на ранее сотую связь, ну и конечно же обросли кучей различных технологий и сервисов. Чат-боты, каналы, блоги, стикеры, видеозвонки, шифрование, маска собачки, например. Это я и называю технологией десятилетия. Всю историю мессенджеров можно разделить на до и после ватсапа. Первым мессенджером из известных на сегодняшний день считается ICQ, который был создан в 1996 году. Скорость интернета в то время была в разы ниже, поэтому о каких-нибудь видеозвонках или обмену фотографиями высокого разрешения не приходилось даже и думать. Впоследствии стали появляться более продвинутые решения типа Skype, iChat, Google Talk. И в 2009 году мы пришли к WhatsApp. Изначально WhatsApp не планировался быть мессенджером. Это мы можем понять, в принципе, из его названия. Идея была такая. Пользователь регистрировался в приложении, указывал свой номер телефона и после этого писал свой статус. Таким образом, все, у кого был твой номер телефона, знали, чем ты сейчас занят. Например, если ты на совещании, ты мог так об этом и написать, и тебе звонить в это время нельзя. Но в июне 2009 года Apple выпускает iPhone OS 3, в который добавляют пуш-уведомления. Создатель WhatsApp'а Ян Кум, кстати, это выходец из Советского Союза, быстро прочухал и добавил в приложение возможность обмена текстовыми сообщениями. С тех пор стабильный рост и 19 февраля 2014 года Facebook покупает WhatsApp за 19 миллиардов долларов. Это огромные деньги. Чтобы вы понимали, Instagram двумя годами ранее купили за 1 миллиард, а Nokia купили... Да, мертвую Nokia, но все-таки Nokia со всеми ее патентами и так далее, купили всего за 7 миллиардов долларов. WhatsApp за 19. Да чего ж там говорить? Кто бы мог подумать, что мессенджеры так быстро заменить нам SMS, MMS и звонки. Так что у операторов это перестанет вообще быть основной услугой. Сегодня существуют мессенджеры абсолютно на любой вкус. Snapchat для обмена фотографиями и видео, корпоративный мессенджер Slack, WeChat, который вообще роль интернета в Китае выполняет. Но, как мне кажется, нельзя спорить с тем, что большое влияние на индустрию оказал выход мессенджера Дурова. Телеграм, который задал тренд защищенности и децентрализации и дал большой толчок к развитию чат-ботов и каналов. В принципе, сегодня мессенджеры могут удовлетворить чуть ли не все наши потребности. Но единственный вопрос остается открытым. Как они зарабатывают? В мессенджерах по типу Телеграм или Ватсап нет никакой рекламы. По слухам, Телеграм собирался монетизироваться за счет криптовалюты, которую они до сих пор не запустили. Но пока что они принимают пожертвования и, возможно, зарабатывают на каких-то индивидуальных услугах для бизнеса. Но официальной информации, что у Ватсапа, что у Телеграма, каким образом вообще эти проекты зарабатывают деньги, нет. Но! Почему же тогда в них вкладывают такие большие деньги? На этот вопрос как раз-таки нам отвечает ранее упомянутый китайский WeChat. Я не преувеличивал, когда говорил, что WeChat в Китае чуть ли не заменил весь интернет. Через него проходит оплата всего чего угодно, от покупок в магазине до коммунальных услуг. Прям в мессенджер встроены куча приложений от каких-нибудь игр до доставки еды и заказа такси. Хотя, в принципе, что еще китайцам оставалось делать, у них и так весь интернет заблокирован. Что мы имеем в итоге? Мы имеем сервисы, у которых огромная аудитория, которые нереально прокачиваются в технологическом плане, которые вкладываются огромное количество денег, а раз в них вкладываются деньги, то IT-гиганты, видимо, видят в них какую-то перспективу, и сейчас остается только гадать. Возможно, все мессенджеры идут по пути WeChat, хотят стать универсальной платформой для бизнеса, развлечений, контента, но это покажет только время. Кстати, если вас удивляет, что Фейсбуку принадлежит несколько мессенджеров, так вот, тот самый ICQ, старинный мессенджер, оказывается, принадлежит Mail.ru. Они зачем-то его купили в 2010 году. Это же при том, что у Mail.ru есть свой мессенджер, и для ВКонтакте они разрабатывают мессенджер. В чем проблема?